так друзья очередная серия из такой рубрики время проведенное в саду не засчитывается в срок жизни вот но я не успокоился и сейчас нахожусь так называемый физкультурно-оздоровительный комплекс это большое помещение там за деньги могут тебе и научить и каратэ и ушу и джиу-джитсу за деньги здесь можно заниматься бесплатно вон они тренажеры вот видите сколько там народа но если плохо видно скажу ни одного человека скажете ну и чего сегодня же суббота сегодня 12 час дня в это время кто гуляет на улице беда в том что в два часа и в четыре и в шесть здесь никогда никого не бывает вот убедите сами пока будем разговаривать уже где-то из каких-то углов появится какой-нибудь физкультурник не дождетесь помните это дворы когда у меня был ребенком 50-60 годы забиты детворой так что пройти было невозможно девочки классики мальчики это самое с этих разбойников вот целыми днями на улице я наличие минус 40 ура объявляет актировку школу не надо им бегом на улицу что было то было два метра снегу с него рылись рыли катакомбы целой зимой что творилось вот не боялись ничего переплывали этот холоднючий озеро которое прилегало к этому что озеро долгое прилегало к городу вот холоднючие плавали на льдинах ходили в эту тундру вот что творилось и вот сейчас пожалуйста какая то часть назовем это элитой у кого деньги есть дети ходят ну теплое помещение занимаются спортом а большая часть сидит дома и высовывает нос вот это страшная действительность имеется на какое то отношение к каналу садоводство по железу наверное имеется знаете почему я занимаюсь пусть это будет коротко я уже опять делаю анонс я расскажу вам как почему я не лежу земле на глубине 2 метра а бодро свеж кто меня знает мои 72 года скоро будет нет не скоро но будет и 73 и вот в чем она заключается я продумал собственную систему которая спасла мне жизнь годится на всем не знаю предыдущую серию снимал стоя возле клуба моржей сегодня моржи празднует день рождения клуба вот что такое дикое моржевание сейчас практически никто не знает пожалуйста две сауны тепло уютно камин бочка фитобочка я вам расскажу что такое дикое я сам так назвал дикое моржевание которое помогло мне спасти жизни может быть еще кому-то спасет не каждому дано а здесь я просто ехал мимо думаю остановлюсь и покажу вам что такое современное детство современное детство которое кстати запрещено в китай уже похватились раньше нас весь китай это упражнение улица это нормальные мальчики они вырастут мужчинами наши мальчики которые сидят дома у них у всех перегретые яички будут и уже есть вот это инфантилизм это отставание физического развития то есть вырастают они мальчиками остаются по жизни почему мальчики отличаются от мужчин недостаточным количеством гормонов мужских в организме то есть они развиваются когда-то должны дойти до до определенного количества но и уже никогда не дойдут тех кто прошел период памперсов сильная задержка в развитии вот кто большую часть времени проводит неподвижности яички зажаты между ног то что то и сделано природой чтобы они болтались и охлаждались этого не специально этого не происходит и вот наглядная картина вот там сразу знаете вот кто то идет нет это просто прохожие здесь здесь дорогу спрямляет хотел показать хоть одного этого физкультурника вот там вот вот эта детская площадка я здесь бываю примерно через день с детьми так ко мне эта критика не относится вот и я за этой площадкой наблюдаю несколько лет только летом 2-3 ребенка зимой ни одного и так год за годом площадка построена детей нет хотя рядом девятиэтажки здесь обычно 2-3 пока было тепло 2-3 старушки с палками лыжными вот один раз застал пожилого мужчину вот и пожалуй и все я тут сутками не бываю но в общем картина все равно красноречивая я на этом закончу разговор это будет очередная серия назовем ее о грустном а потом предлагать буду альтернативу я не просто критику я еще и многое знаю и умею до следующих серий друзья альтернатива